Перед концертом мы должны выкинуть косяк. Вообще их не выкидывают, если что. Я в курсе, Данила, спасибо. А произошло это так, 2007 год. Едем мы на фестиваль Старый Новый Рок, еще Екатеринбургским составом Брагандерт. И у нас тогда была, собственно говоря, бэк-вокалистка, девочка абсолютно ангелоподобная. То есть вот вы знаете, неземное создание не от мира сего. Ангел, спустившийся на землю. Она такая была очень неземная. И вот она стучит меня по плечу. Они с квэтроном, с ее тогдашним молодым человеком, сидели за нами. Мы с ней сидели на ряд впереди, в маршрутке. Она стучит меня по плечу и говорит мне, Сильвестр, а ты же куришь. Я говорю, да. Ну значит у тебя должен быть косяк. Я говорю, Оля, прости, но нет. Она начинает сердиться. Думая, что я ее разыгрываю. Говорит, ну ты же куришь. Я говорю, да. Ну значит у тебя должен быть косяк. Я говорю, нет. Оля, как бы это тебе попягче сказать. Курить-то я, конечно, курю, но у меня косяка нет. Она говорит, кончились. Я говорю, да нет, у меня их просто никогда не было. Ну ты же куришь. Квэтрон сидит рядом, согнувшись пополам. Кастер тоже ничего не понимает. Раз, раз. О. И тут Квэтрон, поржавшись, начинает объяснять, что бедная Воля в силу своей незамутненности думает, что косяком называется любая сигарета. Вообще любая. То есть в принципе. То есть если я курящий человек, то у меня должны быть сигареты. Соответственно у меня должен быть косяк. Я говорю, Оля, как бы тебе помягче объяснить. Как бы это, косяк это не сигарета. Это такая сигарета, в которую набита марихуана, а у нас такого нет. Которая не очень сигаретная и как бы косяка у меня точно нет. Квэтрон мне говорит, Сильвестр, просто сигарету, да, и я достаю из кармана пачку, выдаю Квэтрону сигарету. Квэтрон берет сигарету, сознание в дело вытряхивает из нее часть табака, закручивает кончик. Демонстрирует всей маршрутке. И говорит, вот, это наш последний косяк. И больше у нас косяков нет. И выкидывает его в окно. После этого в группе образовался ритуал. Брать сигарету, вытаскивать из нее половину табака, закручивать ее, как косяк, и выкидывает с криком, у нас больше косяков нет. Самое смешное, что я никогда не понимала, почему Квэтрон это делает именно так. Два года назад в Лондоне я реально увидела, как выглядит косяк. История была очень смешная. Стоим мы в 4 утра, ну нормально, да, в Лондоне в 4 утра, ждем автобуса на аэропорт. Я стою с электронной сигаретой, потому что я к тому моменту обычной уже почти не курила. И мы с моей подругой рассуждаем про русскую девушку, которую мы встретили в автобусе. Я очень экспрессивно по-русски говорю, ну почему, ну почему, блин, как русская за границей, так такая дура, ну нельзя же быть такой дурой. Тут ко мне подходит какой-то явно обдолбанный мужичок, протягивая мне прикуренную сигарету, я напоминаю, я с электронкой. И говорит, возьми. Я думаю, что он мне предлагает сигарету, подумал, что я бедная, курю вот эту древнюю, потому что у меня на сигарет денег нет. Лондоне недорогие сигареты, на минуточку. Там пачка сигарет на наши деньги примерно тысячу стоит. Я говорю, мужик, спасибо, не надо. Он такой, ну возьми. Я говорю, нет, спасибо, мужик, не надо. И он моей подруге говорит, ну почему она не берет, она же хотела, она же об этом говорила. Я говорю, подожди, я что-то об этом говорила. Инспектор говорит, а почему он мне предлагает сигарету? Он говорит, совсем говорит, по запаху не чувствуешь, это не сигарета. Это не сигарета. Я говорю, отлично. А когда я об этом говорила? Он говорит, а вообще, я говорю, ну вообще с вами по-русски говорили. А о чем мы сейчас говорили? О гламурной дури. О хадуре. О хадуре? Откуда, откуда английский торчок знал слово дурь по-русски? Мы потом догадались, это другая история. Это тоже очень смешно. Там просто был русскоязычный дилер в соседней гостинице. В соседнем отеле, причем в довольно престижном. Ну, дело в том, что он мне потом оставил присмотреть за своей банкой пива, сказал, присмотри, пожалуйста, за моим пивом, я тут за еще взбегаю. И тут он выбегает, выносит еще, и я вижу, что оно выглядит именно так, как сделал Кветронс, закрученным кончиком. И я первый раз поняла, почему Кветронс сделал так. Буквально два года назад мы делаем это уже 10 лет. Ну, 10 лет, да. И только два года назад Сильвестр понял, почему это так. Да, я первый раз, наконец, увидел, как выглядит косяк. Да, это было очень смешно. Ну, ладно, хватит вредить. В конце концов, мы уже поиграем, что ли, на вас, ребят? Все время проводите часы. Кир, обратите сюда. Приветствуйте. Кир. Не знаю. Как, зачем? А, мы сегодня без баса, да? Нет, мы не без баса. Вот, вернулся Кир. А вы, Кир, слава не господи. Ну, я не знаю, прям. Наши именинники, группа Прокатэ. Субтитры подогнал «Симон»